МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ...по оживлённой магистрали в Магнитогорске. Зачем? Версию озвучим через несколько секунд. Всё, 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 молодец, мужик! Спасли, мальчик упал с надувного матраса, его доставали из воды на моторной лодке. Эксклюзив, покажем, как проходила спецоперация. Всё это фальшивка. 346 поддельных денежных знаков обнаружили в Черябинской области. Расскажем, какие купюры подделывают чаще всего. И начну с удачного спасения. Сотрудники экстренных служб нашли в озере мальчика, которого отнесло ветром на надувном матрасе. Он из последних сил держался на воде. Инцидент произошёл в соседней Башкирии. Но спасать ребёнка приехали сотрудники из Магнитогорска. Как доставали мальчика из воды? Его первые слова после спасения осмотрим прямо сейчас в эксклюзивном репортаже. Сейчас мы тебя, малыш, возьмём. Держи, держи. Оп, держись. Молодец, всё, всё, молодец, молодец. Красавчик, пошли матрас возьмём. Давай заберём матрас, давай. Молодец, молодец. И что, не нахлебался, хорошо? Всё, хорошо. Всё, 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 молодец. Мужик, хорошо? Всё? Держи, сейчас всё. Молодец, согреемся. Ну-ка сожми руку, меня сильно сможешь? Сила есть? Молодец. Всё, молодчина, молодец. А вот как всё происходило. По предварительным данным, отец ребёнка мыл машину. Мальчик плавал на надувном матрасе. Внезапно поднялась волна, и ребёнок оказался в воде. Очевидцы вызвали спасателей. До этого озера, до того места, 21 километр от нашего базирования. Мы доехали, спустили лодку на воду, и по направлению, который показал нам очевидец, стали двигаться. Доплыли до матраса, на котором, предположительно, был молодой человек. На матрасе не оказалось парня. Начали поиск вокруг этого матраса. Спасатель, который находился возле машины, в бинокль осматривал акваторию. Увидели голову где-то в 300 метрах и начали двигаться к пострадавшему. Мы подъехали. Вообще его не видно было. То есть ни матраса, ничего не видно было. На мальчика надели спасательный жилет, на берегу согрели и вызвали медиков. С ребёнком всё в порядке. А вот эту девушку ищет уже третьи сутки. Поиски пропавшей 15-летней девушки на озере Чебаркуль продолжаются до сих пор. Она отдыхала с подругой. К ним подъехали на гидроциклах незнакомые мужчины и предложили покататься. В итоге водная прогулка для одной из девушек закончилась трагедией. Она упала с плавсредства и ушла на дно. Водолазы уже исследовали дно водоёма. Поиски осложняют плохая видимость и большое количество водорослей. По предварительным данным, вести работу можно только в радиусе одного метра. Дальше просто ничего не разглядеть. К поискам привлекли квадрокоптеры, смотрели острова сверху, но никаких результатов. Известно, что девушка отдыхала с подругой на озере Чебаркуль. К ним подъехали двое мужчин на гидроциклах и предложили прокатиться. Подруги согласились. В итоге одна из них выпала и начала тонуть. По данным нашего источника, владелец плавсредства вернулся на берег один и начал собирать вещи. Подруга забила тревогу и обратилась к сотрудникам экстренных служб. На место прибыли спасатели из Челябинска Золоуста Мясы и Чебаркуля. Тем временем, владельцам гидроцикла заинтересовались следователи. По данным нашего источника, управлял плавсредством 57-летний мужчина. Ранее с девушками он был не знаком. Он не имел прав на управление судном, а также не дал пассажирам спасательных жилетов. Возможно, он вообще был пьян. За это ему могут назначить штраф. Говорить о возбуждении уголовного дела пока рано. Поиски продолжаются. Стали известны подробности громкого задержания экс-главы пенсионного фонда Магнитогорска. По версии следствия, Любовь Штейн брала взятки от банка, взамен сливала персональные данные. Также ее обвиняют в превышении должностными полномочиями. Накануне Штейн избрали меру пресечения. 52-летняя Любовь Штейн на скамье подсудимых в день задержания. Она была на рабочем месте. Женщина 3 года возглавляла пенсионный фонд в Магнитогорске. Получила звание юрист 2017 года. Ее уволили сразу после задержания. По версии следствия, Штейн наняла уборщицу, чтобы та нянчилась с ее внуком. За это выписывала премию. А это превышение должностными полномочиями. Вторая статья касается получения взятки. Якобы она взяла 60 тысяч рублей от банка. Замен им сливала персональные данные местных жителей. Возможно, чтобы им звонили и навязывали кредиты. Впрочем, виновность Штейн еще нужно доказать. Пока в суде ей избирают меру пресечения. Судья считает необходимым избрать в отношении обвиняемых Штейн меру пресечения в виде домашнего ареста до окончания срока предварительного следствия. То есть до 17 сентября 2018 года. Я отмечу, что только за взятку экс-чиновницы грозит до 8 лет лишения свободы. Впрочем, если учесть ее чистую репутацию, то Штейн может отделаться многомиллионным штрафом. Переходим к новостям дорожным. В Челябинске мотоциклист протаранил иномарку. Есть пострадавшие. Тем временем в Магнитогорске обнаженная женщина решила прогуляться по трассе. Обо всем по порядку. Константин Гришенков расскажет. Эти снимки сделаны в Челябинске. Здесь мотоциклист протаранил иномарку. Очевидцы рассказывают, байкер перелетел через крышу и врезался в столб. Его госпитализировали. Магнитогорск. Здесь очевидцы сняли на видео обнаженную женщину. Она устроила дефиле на трассе. Автомобилистов, видимо, такая прогулка не смущает. Они спокойно проезжают мимо. Пользователи интернета предположили, что женщина идет с пляжа. И в таком виде она загорала. А в этом ДТП ищут свидетелей. Авария произошла на улице Северный луч. По словам очевидцев, учебное авто разворачивалось с крайней правой полосы и подрезало Пежо. Женщина за рулем иномарки начала уходить от удара. Машину занесло на бордюр. А после она вылетела навстречку. По словам родственников автоледи, у нее случился гипертонический криз. Надушных, которые вызвали скорую, все могло закончиться плохо. Кстати, предполагаемого виновника позже задержали, но он таковым себя не считает. И теперь пострадавшая сторона ищет свидетелей, которые с регистраторами проезжали мимо. Отправлять видео можно вот этому мужчине. Ссылку на его страницу в соцсетях вы видите на экране. И снова город Столиваров. Во дворе по улице Зеленый лог, по словам местных жителей, между мужем и женой произошла драка. Оба были под градусом. Женщина отговаривала супруга садиться за руль пьяным, но он просьбу проигнорировал и в итоге уехал. Очевидцы уже обратились в ГИБДД. Это видео тоже из Магнитогорска. Назвали его «Нежданчик». Вот владелец регистратора едет по трассе, но на повороте навстречу вылетает автомобиль. Благо столкновение удалось избежать. Пользователи всемирной паутины просят водителей быть внимательнее. И в завершение дорожного обзора сводка от ГИБДД. На трассе Чебаркуль-Месяш-М5 водитель легковушки не справился с управлением. Вылетел в кювет, где ударился об дерево. Автолюбитель получил травмы и был госпитализирован. В Миассино академика Павлова водитель на Шкоде сбил кешехода. Его доставили в больницу. И вновь трасса. Иномарка пошла на обгон на запрещенном участке. И в итоге навстречу столкнулась с Ниссаном. В Магнитогорске на Советской мужчина, лишенный водительского удостоверения, на мотоцикле не уступил дорогу трамваю. В итоге удар. А сейчас немного цифр. 346 поддельных денежных знаков обнаружили в Челябинской области. Это данные за 6 месяцев. Количество фальшивок по сравнению с прошлым годом возросло. Но, как утверждают специалисты, незначительно. Мы решили проанализировать, как менялась ситуация в регионе в течение нескольких лет. Итак, рекордным был 2012-й. Там обнаружили более тысячи фальшивых купюр. 2013-2014 годы были практически одинаковыми. Чуть выше 600. В 15-х и 16-х годах поддельных банкнот было меньше. Всего около 470. В прошлом году выявили 576. Чаще всего подделывают пятитысячные купюры. В прошлом году выявили свыше 400 таких банкнот. На втором месте тысячные купюры. Их нашли свыше сотни. Далее пятисотки, сотни и купюры номиналом 50 рублей. Десятирублевые купюры вообще никто не подделывает. Конечно, сбывают такие деньги. В основном в маленьких магазинах, ну или на заправках, где нет специального аппарата, который покажет, фальшивка это или нет. Среди подделок в лидерах пятитысячные купюры. И мы решили вновь напомнить южноуральцам, как должна выглядеть подлинная купюра. Итак, если наклонить купюру, то цвет герба Хабаровска изменится с малинового на золотисто-зеленый. Появится блестящая горизонтальная полоса. Место для людей со ослабленным зрением должно восприниматься на ощупь. Защитная нить на просвет выглядит темной полосой с повторяющимся числом 5000. Также при наклоне появляются скрытые радужные красные и зеленые муаровые полосы. На этом у меня все. Эфир продолжает новый выпуск программы «Есть вопрос». Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов расскажет, как ведомство будет контролировать работу таксистов и кто будет следить за графиком их работы. Не пропустите, будет интересно.